В эфире программа «Особое мнение». Напоминаю, сегодня мы говорим об ажиотаже вокруг энергосбытовой компании «Тулы». Как и сколько платить за электричество, расскажет гость студии. Она же ответит на ваши вопросы из Твиттера. Рядом со мной в студии Елена Макарова, заместитель генерального директора Тульской энергосбытовой компании. Здравствуйте, Елена Викторовна. Добрый вечер. Сегодня ключевое слово – это очередь. Как вы оцениваете очередь возле вашего офиса? Это показатель слаженной работы? Вы знаете, я думаю, на самом деле очередь – это слишком шумно сказано, потому что в 3 часа дня никакой очереди уже не было. Но тем не менее, мы зрителям показывали сюжет о том, что она была. Да, безусловно. Просто вы показали только в ноябре. Как правило, каждый месяц, в первые 2 дня после выхода квитанции, у нас очень много народу в Центре обслуживания клиентов, потому что, как правило, пенсионеры, они самые дисциплинированные слои населения, получив квитанцию, сразу бегут и оплачиваются. Насколько я понимаю, просто сегодня наш корреспондент разговаривал с людьми, которые там стояли, они пришли за перерасчетом, они пришли разбираться, почему им пришло в один месяц 2 квитанции, раньше такого ни разу не было, и с довольно крупной суммой. Вот в чем дело? На самом деле, это был сегодня основной вопрос, который задавали жители нашим операторам. Но квитанции двойных нет, никаких двойных сумм нет. На самом деле, в конце октября жители получили одну квитанцию за потребленную электроэнергию в сентябре. А в октябре второй квитанции не было, на дворе уже ноябрь. И в ноябре жители получили квитанцию за потребленную электроэнергию в октябре. Просто в связи с тем, что с 1 сентября вступило новое постановление в силу 354, которое обязывает ресурсоснабжающей организации выставлять квитанцию до 1 числа месяца следующего за расчетом. Вы так легко сказали, что в октябре 2 квитанции не было. Тем не менее, вы же признаете, что действительно этот срок между этими двумя квитанциями был довольно короткий и не зря. То есть люди не просто так вдруг неожиданно начали обижаться на что-то. У меня вопрос такой. Не надо ли было в прошлой квитанции, предположим, указать, что будет такой перерасчет, что будет скоро-скоро другая квитанция? Вы обязаны это делать? На самом деле, с августа месяца мы информировали жителей, и весь сентябрь очень активно во всех средствах массовой информации, самых читаемых в Туле, мы давали разъяснения. Мы тоже это рассказывали. Но я, конечно, хочу, чтобы все нас смотрели и слушали. Тем не менее, вы же понимаете, что СМИ это еще не охват полностью всех людей. На сайте компании висит разъяснение данной ситуации еще с августа месяца. То есть этого достаточно? Ну, дело все в том, что квитанция дает ограниченное поле для предоставления информации. И так подробно, как мы с вами сейчас разговариваем, весь всю эту информацию невозможно дать в квитанцию. Ну, увы, у нас сейчас тоже время ограничено. Мы также до этого уже людям рассказывали, что с 23 по 26 число надо теперь подавать сведения о том, сколько нагорело этой самой электроэнергии. Каким образом ее можно подавать? Мы сегодня тоже в сюжете посмотрели. Телефоны заняты. Я сегодня лично тоже звонила. В общем-то, невозможно дозвониться. Да, на самом деле, конечно, вот примерно 200 тысяч жителей в городе. И даже если мы на каждого потратим одну минуту, вы сами понимаете, что за три дня не управимся. Конечно, телефон все время занят. Поэтому мы предусмотрели другие возможные варианты передачи показаний. То есть, возможно, передать по факсу, у кого из жителей есть доступ к факсу, обязательно можно это сделать по факсу 251752. Дальше можно передать показания по электронной почте. На сайте компании специально предусмотрен адрес электронной почты, на который можно сбросить свои показания. На сайте компании есть услуги личного кабинета, где, пройдя регистрацию, можно передать свои показания и не только передать, но и оплатить потребленную электроэнергию. С 23 по 25 число на сайте компании действует форум, на котором тоже можно передать свои показания без произведенной оплаты. Можно посетить нас лично в Центре обслуживания клиентов. Установлена урна, можно заполнить бланк и опустить его в урну. Вот про урну. Я прочитала тоже на вашем как раз сайте про то, что будет установлена урна, как я понимаю, она уже существует, и это вот проблему очередей решит. То есть, туда все вот кидать, да? Да. Но получилось, что все равно уже очередь была. То есть, это не решило проблему. Может быть, нужно что-то еще предпринять? Вы знаете, в настоящее время мы ведем переговоры с банками для того, чтобы была возможность у жителей через терминалы передавать показания без оплаты. До настоящего момента через терминал можно передать показания, только произведя оплату. Но не все жители могут делать это одновременно, передавать показания и оплачивать квитанцию. Поэтому все это связано с тем, что необходима доработка программного обеспечения банков. Соответственно, это занимает некоторое время. Я сегодня тоже смотрела, что говорят на форумах. Вот на что обратила внимание. Вот вы сейчас много способов перечислили, это отлично. Но я боюсь, как бы мы еще больше людей не запутали. Вот люди на форумах спрашивают. Вот, предположим, я отметила показания у вас, не оплачивая. Значит ли это, что когда, предположим, по бумажке я пойду оплачивать, я должна второй раз их в эту бумажку внести? Нет. Или этого одного раза достаточно? Одного раза достаточно. Если вы в период с 23 по 25 число передали показания, то вам уже не нужно дополнительно передавать их через квитанцию. А если в остальные дни просто проставить, то это еще не значит, что их не надо больше передавать? Нет, конечно. Если вы не смогли передать показания в период с 23 по 25, то наша компания произведет начисление по среднемесячному вашему потреблению. То есть, рассчитав за год потребление ваше, разделив на 12 месяцев, мы выставим вам среднемесячное потребление. И когда позже вы передадите нам свои показания, допустим, заполнив в квитанции графу текущие показания, вам будет сделан перерасчет. То есть, среднемесячное начисление снимается и производится начисление по вашим показаниям. К вопросу о пересчете, перерасчете. Тоже вот нам в Твиттер пришел вопрос. Вот люди говорят о том, что они оплатили прошлую квитанцию, вторая пришла, ну, получается, с очень коротким сроком, да, тут же пришла вторая, и в ней сумма стоит не такая же, как в прошлом месяце, а больше. И причем, знаете, вот у меня, например, я себе тут даже выписала, есть вот очень конкретный пример про дополнительную строчку электроэнергии, которая доходит у людей до 400 рублей в месяц. Вот, написали заявление, весь дом докучал вам и обращался, сделали перерасчет, вот, и теперь эта дополнительная строчка, строчка 100-150 рублей в месяц. Вот, получается, в принципе, тоже они считают немало люди, но терпимо. Вот таких историй я, на самом деле, сегодня не одну нашла. Вот это что выходит, что люди приходят жаловаться, и система расчета сразу меняется. Это что, значит, так много ошибок? Нет, система расчета не меняется. Здесь я не могу конкретно прокомментировать данную ситуацию, поскольку необходимо смотреть в каждом конкретном случае, каждого конкретного абонента и каждый конкретный дом. То есть ту информацию, которую вы мне дали, ее недостаточно для того, чтобы прокомментировать ситуацию. Дело все в том, что если люди оплатили предыдущую квитанцию, ну, допустим, после 26 числа, то, конечно, в квитанции, полученной в начале ноября, эта оплата не отражается, потому что начисления закрываются 25 числом. То есть у нас просто очень мало осталось сейчас времени, я вот хочу такое резюме, чтобы вы мне дали. Это оплата обязательно будет. Если пришло две квитанции, и ты не заплатил ни по одной, то надо платить по последней, правильно я вас поняла? По последней полную сумму. Вот если предыдущая оплачена, то надо оплачивать все равно вот следующую квитанцию, чтобы не было пени, но можно не полностью, так? Можно не полностью, можно за вычетом ранее произведенной оплаты. Но вопрос с начислением пеней не стоит в данной ситуации, мы не собираемся пока начислять жителей пеней. Пока не начисляются. Так, это хорошо. Еще у меня такой короткий вопрос. Вот сейчас люди, которые становятся в эту очередь, они опасаются чего? Они опасаются, что сейчас вот если они не успеют передать свои там какие-то данные, да, то в следующий раз им придет по среднему или там вот, как по-моему, 3 месяца, если не передавать данные, то... 3 месяца по среднему, да, потом норматив. Вот. Они правы? То есть действительно в эту очередь им надо вставать? Нет, они абсолютно не правы, потому что следующий срок передачи показаний это 23-25 ноября. Ну что ж, спасибо вам большое. Мне очень жаль, время нашей программы подошло к концу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова